К другим темам. Вопрос о незаконном строительстве по сей день является одним из спорных в республике. Такие строения создают немало проблем с отсутствующим домам и предприятиям. Вопреки запретам и в погоне за рублем застройщики строят порой где придется. Одно из коммерческих предприятий Махачкалы на себе испытала, каково это быть соседом незаконной многоэтажки. Луиза Раджабова об этом более подробно. Вижу свободный участок, хочу построить десятиэтажку. Видимо так мыслит застройщик очередного незаконного строения. Не разглядев всего в трех метрах здания рыбоперерабатывающего завода Дагфиш, застройщик нарушил санитарно-защитную норму предприятия аж в 50 метров и начал рыть котлован. Тогда директор Казим Асадулаев решил действовать по закону и обратился в прокуратуру. Однако с 2017 года, пока шли проверки, выросло пять этажей. В этом году Верховный суд наконец вынес решение о сносе дома в пользу завода, но привести его в исполнение пока никто не спешит. Мы отправили официальный запрос в службу судебных приставов и получили ответ, из которого следует. Сносить будем? Ну вот когда? Это еще вопрос. В рамках исполнительного производства ввиду неявки должника к судебному приставу исполнителю совершены предусмотренные законодательством мероприятия, направленные на его розыск. Назначены исполнительные действия по принудительному исполнению решения суда с использованием привлеченной взыскателем спецтехники. Однако ввиду непредставления взыскателем соответствующей техники в установленное время, исполнительные действия не совершались. В настоящее время планируются повторные исполнительные действия, точное время и дата будут определены позднее. Обычная процессуальная рутина, и пока она идет, руководству предприятия остается только ждать. Есть нормативы, есть показатели близко к производству по перерабатывающему предприятию, смотря какое предприятие. Наши предприятия относятся к пятой группе. Там ясно сказано, ближе 50 метров нельзя застройка жилых домов. Там ясно сказано, это закон, это не мы сказали. Это закон гласит, что нельзя ближе. По странному совпадению, после обращения в суд на предприятие с внеплановыми проверками зачастили контролирующие органы. Никаких нарушений они не обнаружили. Тогда, видимо, исчерпав возможности навредить, застройщики дома со стороны объекта залили бетоном канализационный трубопровод. Из-за чего на территории образовался выброс сточных вод. За воду пришлось прокладывать новую канализацию за свой счет. Не уходит вода еще, а полностью труба забита. Вот отсюда туда они затолкали полностью. К тому же, столь близкое соседство специфического производства, занимающегося засолкой, копчением рыбопродукции, неизбежно приведет к жалобам. На предприятии работают мощные холодильники, шум от которых будет доноситься до жильцов. Но застройщика, видимо, это мало волнует. Однако, если дом будет достроен, жалобы людей поставят под угрозу существование предприятия. Три суда вынесли решение о сносе, то есть районные, верховные, еще апелляционные верховные. Это все решения судов нет, есть. Но мы до сих пор его никак не можем. С прошлого года решения находятся разные причины или повод там, ну, откладывается без конца. Чем закончится противостояние застройщика и предприятия покажет время. Одно ясно точно, есть решение суда, которое рано или поздно должно быть исполнено. Луиза Раджабова, Нурмагомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала.